привет зритель сейчас тебя ждет обзор заказа с магазина озон причем не пришел тот заказ который я недавно заказала тот заказ и он должен был прийти 15 круто что он пришел раньше а не 15 но не очень круто что тот заказ который почему-то в двух посылках как вот пред предыдущий я заказывала тоже был двух посылках должен был прийти вчера ну что-то ему нету и сегодня написала в техподдержку Но, кстати, прикол, если с телефона заходите на сайт Озона через веб-браузер, то помимо телефонов есть тот самый мейл, на который можете написать, типа, эгегей, нужна помощь. Никакой формы для обращения больше нет. Ибо на компе, может быть, это только слинуха, такая фишка, с Мозилы, может, с винды, с другого браузера, но у меня там тоже, по-моему, Мозилы. Надо бы зайти проверить, протестить, если заходите, короче, слинуха. Linux Mint. 19, что-то там, я уж не помню, ценамон, что ли, у меня. Это для точности, а то вдруг у меня будет кто-нибудь Созона смотреть, если будете смотреть, то вам отдельный привет, ребята. Короче говоря, вот с сайта заходишь, и там только телефоны, и ну никуда. Я подумала, думаю, что же такое делать. А, точно, они же есть в ВКонтакте. Написала личные сообщения ВКонтакте, мне извинились, сказали, что обещают узнать, когда там эта посылка придёт. Вот, в смысле, мой заказ на базу выдачи и написать. И глухо. Видимо, всё ещё узнают, не знают, бедненькие. Узнали, не узнали. Ну, в общем, пока не узнали, когда я была в последний раз в ВКонтакте. Ну да ладно, я зато получила другой заказ. Так вот, люди, сделайте выговор вашим людям, которые сидят у вас на базах выдачи. Женщина, которая всегда была вежливая, учтивая. Может быть, там, конечно, две женщины, и у них лица одинаковые, они обе блондинки, я не знаю. Но хамить клиенту в начале рабочего года, второй день работы, да, потому что вчера первый день была работа, девятая, сегодня десятая. Когда на меня орут или мне хамят, я теряюсь. Так вот, я пришла, значит, ну, передо мной человек получает там посылку, да, я жду, когда человек освободит. Женщина освободится работник, и там ещё одна женщина была, не знаю, работник или так, может, пришла поболтать. Когда я работала в магазине, иногда вот ходила в соседний отдел поболтать, или там кто-то другой ходил в соседний отдел поболтать. Как-то так. В отсутствии, скажем так, клиентов потенциальных и примерных тоже. Вообще клиентов. Ну и, короче говоря, я так это говорю, здравствуйте, мне пришёл заказ. Или как-то так. Вежливо, вполне себе. А мне так с порога сразу же, что типа это, если смс-ки не было, то заказа не было. Я думаю, как бы я всегда прихожу, потому что приходит смс-ка. Зачем мне раньше приходить, если я знаю, что нет заказа. Я говорю, я так опешила, что первое, что это вспомнила, на имейл пришло это сообщение. Говорю, точно была смс-ка, типа не может быть такого. Я говорю, как это не может. Говорю, пришла без... В 14.40, говорю, пришла, говорю, ещё раньше, чем база выдачи работает. База работает у нас трёх за полшестого. Вот это маленький короткий время, которое работает у нас база. Мне ещё, знаете, так нравится, когда где-нибудь за 5 минут до закрытия приходит смс-ка, а вы на другом конце города, что заказ доставлен. А ближайшие 2 дня выходные, ну, было у меня как-то так. И заказ теперь лежит у нас только 5 дней на базе выдачи. И мало ли что, они там работают, не работают. Раньше была вообще какая-то другая женщина. У неё был такой слегка грубоватый голос, но она всегда была на месте. А если была не на месте, то оставляла номер. Типа я там ушла, допустим, купить, покушать. Ей названиваешь, она приходила, изменялась, тебе выдавала. Сейчас другая совершенно мадам. Может быть, уже третья мадам. Не знаю, как у них это всё связано. Но, во-первых, я считаю, если ты сидишь на работе, и тебя не устраивает эта работа, вали с этой работы. Если ты по какой-то причине не можешь свалить с этой работы, сменить эту работу на другую, то натяни вежливую улыбку. Вот знаете, учитесь у Кокпэда. У Кокпада. Это русского вот этого сайта с приложенькой для Ведроида. Может, ещё для какого-то телефонного, этого самого, операционной системы телефонной, смартфоновой есть. Короче, там очень все вежливые. Там, конечно, эта вежливость, возможно, шаблонная. Но, знаете, когда вам пишут вежливо, и вы отвечаете вежливо, или вам говорят вежливо и улыбаются. И вы отвечаете вежливо и улыбаетесь. У вас самооценка, как минимум, повышается. Вам хорошо становится, и вы не плодите негатив в пизде. Вот от того, что она меня нахамила, даже если она не считает это хамством, как бы ей от этого лучше не стало. Оно так плодится, плодится. А если бы она мило улыбнулась, сказала бы, извините, пожалуйста, или сейчас посмотрю вашу посылку. Мне ещё прикалывают, как вот я могу клиент знать, в каком коробе мне послала зон, да, вот или там другой какой-то магазин. Это же не я паковала товар. Почему всё время спрашивают, какая она размером ещё. Помню, у меня какую-то мелкую мелочь должны были прислать. Я думала, коробочка маленькая, она была вот такая. То бишь там как-то, ну, сами упаковщики решили, что вот она вот такая и лучше будет, чем вот такая малюсенькая. И ты расписываешь это как-то, ну, пишешь фамилии, это у меня подписано всегда на коробочках бывает. Я недавно, кстати, это заметила, вот полгода как вот заметила. И ты как бы знаешь, что тебе пришло. Может, тебе не стоит отвлекаться на работе на нерабочие вещи, тогда как-то будешь всё успевать. Просто я так офигела от такого обращения. Мне там это выдали, листочки я подписала, там пришёл человек. С человеком говорят о чём-то уже своём. Второй раз вот перед Новым годом тоже был ажиотаж, но я помню, что ладно, хорошо, перед Новым годом ажиотаж, много клиентов. Ну, или как-то человека наймите, чтобы успевала два, там, в эти два с половиной часа всё это выдать. Или как-то, я не знаю, поймите, что вот Новый год, там, ну, много клиентов. Потом, если есть клиенты, значит, база работает. Если база работает, значит, у тебя есть работа. А если не будет клиентов, база закроется, и как бы у тебя не будет работы. Суть-то такая. Зачем вот так вот к человеку относиться? Вот так у меня... Может быть, это какое-то маленькое хамство было. Но у меня такое сейчас, вот честно, такое негоду, я так офигела. Ну, и, в общем, короче, я так стою офигеваю. Но обычно выдаётся листочек. Там раньше отрезалась часть листочка тебе, часть на базу оставалась. Теперь, я не знаю, может, этот листочек полностью остаётся. Я подписала, значит, мне уточнили время. Ну, там же время точное, она, говорить, там, такого-то числа забрала, такое-то время. Мне время, значит, сказали. И я стою, жду. То ли у меня этот листочек должны забрать, то ли я что-то ещё должна сделать. Вообще. И меня уже игнорят, меня как бы нет. Я так, честно, знаете, офигела. Так что, ребята, сазон, ну, как-то я не знаю. Я понимаю, может, у кого-то тяжёлый день был, но улыбку натянуть проблем не составит. Кто-то в каментах будет мне писать, что я что-то не знаю, я как бы работала продавцом, я как бы в курсе, как это делается. И вежливость не намного сложнее сама по себе, чем хамство. В общем, сейчас я вам это вскрою. Тут у меня должны быть формы. Для выпечки, не только они. Ну, и раньше как-то оно открывалось, оттуда доставалась бумажка, и ты, соответственно, мог это проверить. Я сейчас не знаю, я вот... В тот раз было очень много народу, я офигела, могу я открыть посылку? Или там только открывают те, кто меряет эту обувь? Или не могу? И в этот раз я от такого вот, ну, когда на меня тявкают. Даже один раз. Даже просто словом тявкают. Я теряюсь, я так и не поняла. Можно сейчас на базе Озона открывать коробки и проверять, что ли дошло или нет? Или уже открываешь дома, и если вдруг что-то не дошло, то сам дурак, да? Просто, знаете, неприятно вот вообще. Что у нас тут? Вот у нас вот так все. Пока что бумажка упакована, но местами все верно. Ну, тут, в принципе, оно такое, могло бы так лежать, оно бы не помялось там. Честно скажу, у меня два товара, да, вот из-за того, что нет этой бумажки, как бы я не могу сказать, вот, что почем, потому что у меня этот электронный чек только, соответственно, в электронном виде на компьютере. Вот с телефона я сейчас не зайду по некоторым причинам. И у меня две были оцененки. Одна, потому что я, значит, загуглила то, что мне надо, и у меня вышло, и вот один товар был только оценен, в огромной категории, а другой то ли был, то ли не был, я не поняла, но в итоге я, иногда я беру, вот я считаю, что переплачивать как-то это. Из-за того, что там где-то вскрыта упаковка, это я себе беру, а не в подарок. Хотя мне кто-то, помню, в комментах вопил, что вот я такая вся плохая. В общем, не знаю, почему она уцененная была. На одном было, честно, написано, что вскрыта упаковка, поэтому бывший покупатель отказался. Но вот на этом, я не поняла, почему она уцененная. Может, потому, что тут слегка чуть-чуть рваная или потрепанная. Ну, давно лежала эта, как бы, форма. Ну, на форме-то оно само никак не сказалось, чем не знаю. Не помню, почем обезьянка. Ну, то ли 200 с чем-то, то ли 300 с чем-то. Форма для выпечки. Изготовлена из высокотехнологичных полимерных материалов. Дом и все, что в нем. Фирма, видимо, ну, в смысле отвечающая за это. Вот форма не заламывается при деформации. Удобно для хранения в свернутом виде. Там у нас, как-то и была такая. Короче, вот, тут такая, что она, мало того, что стрекунула, так она еще и обезьянка. 190-я обезьянка. Я тот ролик, где после того, как мне человек, который решил остаться неизвестным с Украины, послал кучу всего, и там была рукодельная такая обезьянка, я записала ролик и посчитала, сколько у меня обезьянок на камеру, но что-то так еще и не смонтировала. Но я помню, что 189 было бы. Не считая четырех на двух чашках, платочка и еще какой-то хрени, наверное. Слушайте, я боялась, что она не очень высокая была, потому что как-то не очень поняла, как она по размеру, но очень даже ничем. Я что-нибудь спеку. Или бисквитик, или еще что-нибудь. Обезьянка. Как круто вообще, что на зоне такая вещь бывает. Потом, та фигня, которая типа как бы скрыта упаковка, но упаковка немножко помятая. Ну, как бы, что мне эта коробочка? Я же в ней не в коробочке буду пользоваться, да? Так. Я еще сначала подумала не понегодовать и писать отзыв, а подумала, что я этот отзыв отпишу как бы на сайте. И потом как бы это. Ну, просто чтобы люди знали, допустим, кто-то из Угличи решит что-то заказать и мордой не выйдет, потому что и поэтому ему нахамят там это. Ну, смски не было. Ну, как бы, я не знаю. Может, у нее, конечно, перед этим была куча народу, которые вот, это было 49 минут. То есть 49 минут, как был открыт пункт выдачи посылок с Азота. Может, из-за этих 49 минут человек 100 пришло, там, не знаю, человек 20. Один человек кто-нибудь пришел и нахамил, сказал, вот, мне смс-ка не пришла, но заказ должен был прийти. Типа, где заказ? Ну, как бы, я-то тут при чем? Так, у нас тут масленка силиконовая, кисть-дозатор 200 миллилитров. В общем, что-то она 300 с чем-то была. Ну, слушайте, она мне так понравилась. А сейчас я вот смотрю тут на эти картинки и я понимаю, что она мне еще больше нравится. Вообще, я какая-то хозяйственная дофига стала. мне еще попалась моя пазрачка сегодня в автобусе. Так. вот такое вот. Сейчас я это достану. Резиновая штуковина. Вот это волосатая фигня. еще на сайте было написано, что в ней можно, допустим, в микроволновке растапливать другое какое-нибудь масло. А, вот оно как, смотрите, прикольно. В общем, эта хрень снимается. Сюда можно, ну, допустим, в ней растопить масло, потом засунуть вот эту фигню. Или под соус это использовать. Но я хочу вообще по подсолнечное масло, потому что, ну, или там масло, какое растительное, короче, масло, чтобы и нормально смазывать форму, ну, и эти, пирог там или еще что-нибудь. В общем, вот тут такая пимпочка. Вот эта штука одевается вот на эту пимпочку. Вот так, как отцена. Я не очень понимала, думала, что как-то вот чуть-чуть по-другому, но оно даже круче, чем я представляла. Вообще шикарная вещь. Азон, спасибо тебе, что у тебя такие штуки продаются. Я нигде больше не видела. Так. Дальше. Ух ты. Я боялась, что она, я все время путаю радиус и диаметр. Мне Машка, моя подружка, объясняла, кто мне только не объяснял в очередной раз, но я опять забыла радиус и диаметр. И я боялась, что она у меня не влезет. Думаю, у меня там рабочая местность вообще 23 на 23. Есть, если пути у меня. А так 20 на 20 я ориентируюсь. Но когда я увидела, что оно помещается на руке, хотя там ладонь была чуть побольше, чем в реале, и форма была чуть поменьше. В общем, это у нас хит. Вот тут такая фигня была. 27 февраля она сделана. Калитва или калитва ХЗ производится в России. У меня есть кастрюля этой калитвы или калитвы белая. Калитва, кажется, Ростовская область. У меня моя бывшая клиенка, скажем так, оттуда. Ну, как бывшая, мы с ней уже 100 лет не общаемся, у нее все хорошо, потому и не общаемся. Экологичность и безопасность, только чистый алюминий. Алк 99,5%. Без вредных добавок. Свободно от какой-то фигни. Хит. Форма для выпечки. Там она значилась как форма для кулича. Моя подружка Машка сказала, ну, может, ты и кулич печешь. Но мне как бы тупо надо было форму круглую, чтобы я вот хлебушек тут ваяла в сковороде. И мне еще тетя сказала, что он бы в любом случае поднялся, когда узнала, что я туда отруби добавляла. Сказала, что да, тогда бы он не поднялся. В общем, он бы поднялся только, если бы она повыше была, чем вот столько. Поэтому вот прям вот мечта. Вот у нас что тут? Форма дробь пасхальная. Короче, она типа как бы пасхальная, но я думаю, что чем хлебушек, не хлебушек. Пасхальный хлебушек тоже хлебушек. В общем, я думаю, она вполне себе сойдет именно для просто хлебушка. Азон услышал мои мольбы и наклейка просто на пакете. Какое счастье. Тут вообще что-то еще ведь написано. Рекомендуется перед первым использовать тщательно вымойте посуду. Но я ее сегодня помою, как раз у меня там немножко посуды есть. Практичная посуда для ежедневного применения, минимум масла и жира, защита от пригорания, равномерный нагрев, легкость уходит. В общем, мы это пока сюда засунем. И что у меня тут последнее? А последнее у меня вот такие вот формы. Я как-то покупала что-то похожее в этом самом фикс прайсе. А тут я что-то посмотрела, но 194 рубля кажется с копейками или без копеек. Все-таки я зеваю. Да, как снимать, так зевать. Кто-то в каментах мне как-то написал. Короче, тут что-то 50 штук. Я посчитала где-то 3 с чем-то или 4 рубля короче за штучку. Вполне себе выгодное приобретение. Даже если их пользоваться чисто как одноразовые, потому что те, которые у меня были, я пару раз их мыла, а потом плюнула уже, потому что они как-то уже уделались, уменьшились. Да даже блин, это, томлет какой-нибудь изготовить и самое то. Я к тому, что даже если их вот ну, каждое разовое использование, то тут 50 штук и в принципе на приличное время хватит. Это если в этой самой печке, да, или там вот подмороженку и в морозилку сунуть. Короче, зачем я это все раздолбала? А, я, наверное, хотела вам показать отдельную в общем вот такая вот штучка. Очень классная вещь, я считаю, что очень такой хороший заказик у меня получился. И даже попик, что мне там нахабили, потому что вообще суть-то было чисто вот этот заказик забрать. Спасибо Озону за нормальные цены, за нормальную доставку, даже за то, что мне второй заказ достался раньше, чем первый, и за разное образие товара. Ну и вам спасибо за просмотр. Всем вежливых людей. Кот вон берет коробочку уже. Или хотя бы тех, кто пытается быть вежливым ради вежливости. Всем пока!